Крем для рук, крем для ног, для лица или для век. Ночное, дневное восстанавливающее или омолаживающее. Косметические компании предлагают десятки средств, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Но за кулисами этих империй обнаруживается научная лаборатория, когда заходит речь о разработке новых средств. Как делают кремы? Как находят именно то, что способно восстановить или омолодить кожу? Практически у всех косметических гигантов есть собственные лаборатории, где разрабатываются новинки. Но не каждый из них может похвастаться собственным центром исследования кожи, который есть в столице Швеции, Стокгольме. Именно здесь ученые компании Арифлейм работают над первой косметических линией биоклиник. Косметевтика образовалась на стыке косметологии и дермофармакологии. А первыми результатами исследований стали дневной и ночной лифтинг кремы, решающий одну из самых распространенных проблем – потерю упругости кожи. Новейшие исследования показали, что ослабление механизма самозащиты и эпидермиса является основной причиной серьезных проблем с кожей. Арифлейм предлагает своим клиентам натуральную шведскую косметику. Поэтому здесь ученые много работают над получением экстрактов живых растений, которые затем станут частью формулы крема. Как получают экстракты и как оценивают их эффективность? На столе карамболь, папайя, имбирь, но сейчас взялись за бруснику. Получение экстракта можно сравнить с приготовлением чая или кофе. Если положить ягоды в воду и размешать, словно заварку в чайнике, получим брусничный раствор. Второй способ напоминает приготовление кофе эспрессо. Воду кипятят, пара поднимается вверх, конденсируется и снова становится водой. В белом контейнере – та самая брусника, из которой добывают вытяжку. Если продолжать кофейную аналогию, то третий способ получения экстракта – это френч-пресс. Полученные экстракты проверяют на хромографе. Образцы наносят полосками на карточку и помещают в специальный раствор, где они вытягиваются в многоцветные полоски. Каждый цвет обозначает наличие определенного компонента. Так определяется эффективность экстракта и лучший способ получения вещества. Так шипит тропка подачи углекислого газа. Подают его настоящим клеткам человеческой кожи, которые находятся в специальном шкафу-инкубаторе при температуре 37 градусов. В каждой коробочке клетки и питательная среда. Именно здесь анализируют, как новые ингредиенты воздействуют на клетки разных слоев кожи. Любой крем в итоге – это формула, составленная из нескольких активных ингредиентов. Технология ЦЛНОФ в средствах биоклиник содержит чистый ретинол, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и пептид. Исследования показали, что такая комбинация глубоко увлажняет кожу и стимулирует выработку коллагена, структурного белка кожи, восстанавливая межклеточный матрикс и заметно подтягивая и разглаживая кожу. Экстракты нашли, воздействие на клетки проверили, формулу составили. Теперь нужно выяснить, а впитывается ли новое косметическое средство в кожу. Время и степень проникновения ингредиентов – один из главных параметров формулы будущего крема. Ведь средство не может считаться эффективным, если оно осталось на поверхности рогового слоя и не достигло глубинных слоев. Кроме того, например, дневной крем должен впитываться быстро, тогда как вещества из ночного должны поступать в клетки кожи всю ночь. Исследование проводится инвитро с помощью диффузионных ячеек Франция, куда помещается фрагмент эпидермиса, на который наносится косметическое средство. Степень проникновения можно оценить по истечении 24 часов. Заключительное тестирование проводится на добровольцах. В лаборатории им дают образцы и объясняют, как часто и как именно ими пользоваться дома. Кремы Биоклиник, например, тестировались 12 недель. После чего состояние кожи испытуемых изучили в лаборатории. И только после этой живой апробации новое косметическое средство поступит в производство и продажу.